Маймонит – это крупнейший еврейский философ XII века, и Рава Кука – это крупнейший еврейский философ начала XX века. Маймонит говорит примерно следующее. Он говорит «Божественное является абсолютным совершенством». Первая фраза, да? «Божественное абсолютно совершенно». А это значит, говорит Маймонит, что в Божественном не может быть развития и изменения, и улучшения. Потому что если ты говоришь, что есть улучшения и развития в Божественном, значит в предыдущий момент недостаток, а недостатков быть не может. Понятная логика, да? То есть Божественное абсолютно совершенно, поэтому в нем не может быть недостатков. Вот так фраза, да? Первое – абсолютно совершенно, поэтому не может быть недостатков, поэтому не может быть и развития и улучшения. Потому что развитие и улучшения означает, что в предыдущий момент был недостаток. Понятная логика, да? Это XII век. Теперь Рав Кук, который XX век, говорит так. «Божественное абсолютно совершенно, и в нем не может быть недостатков». Как вы видите, начало фразы полностью совпадает. Понятно, да? Поэтому в Божественном не может отсутствовать развитие, ведь отсутствие развития – это недостаток. Понятно. Разумеется, Рав Кук, который пишет в XX веке, имеет в виду маймониды и пишет ему, как бы, так сказать, вывозиться, да? Вот. Теперь. То есть, он говорит, а как же так, что с маймонидом, которое совершенство? Он говорит, а это вещи параллельные. В Божественности есть и абсолютное достигнутое совершенство, и постоянное совершенствование. И если бы одного из этих не было, это был бы недостаток. Но как же ты согласовываешься, что есть абсолютное достигнутое совершенство, и при этом совершенствование? Он говорит, да, ты прав, логика здесь, логически это противоречит. Но, говорит, только сухая теория боится противоречий, а жизнь противоречий не боится. Вот такой замечательный отрывок. Теперь. Теперь представим себе диалог между маймонидом и Рав Куком. которые, или так, каких учениками, и маймонид, скажем, условно говоря, говорит Раву Куку. Послушай, что же ты, собственно, делаешь? Ты берешь свое собственное чувство человека XX века, который остро ощущает, что там, где нет и озвития, и нет динамики, что там недостаток. Это же свойство твоей культуры. Твоя культура тебя воспитала, так? Установка современной культуры всей, что нужна динамика и развитие. Эта установка, она, кстати, является основой теории Дарвина. Это не теория Дарвина, а ее полного принятия, ее соусильного влияния. Потому что теория Дарвина внесла динамику в область жизни, в видов живых существ. Хотя на самом деле в жизни мы обычно, не только мы в жизни, но и тысячелетиями человечество за всю свою жизнь не видело рождения ни одного нового вида. Потому что просто сколько тысяч лет существует человеческая цивилизация, это слишком мало для процесса эволюции. Поэтому на самом деле никакие миллионы лет мы себе представить не можем. Для нас тысячи лет это много, десять тысяч лет это запредельно много. И больше десяти тысяч лет мы не в состоянии себе представить. Потому что вся цивилизация, какую мы знаем, вот только не копай, вот она, наверное, не больше шести тысяч лет. А поэтому, когда говорится миллионы лет, это для нас просто жонглирование цифрами. Что миллионы, что миллиарды. Это просто вопрос математики. Но мы себе не представляем ни миллионов, ни миллиардов лет, и это для нас абсолютная абстракция. Но тем не менее, спроси сегодня любого человека, развивается ли животный мир. Он скажет, конечно, он эволюционирует. Ты скажешь, смотри, ты когда-нибудь это видел? Он говорит, не, я не видел, но мне в учебнике прочел, мне в школе сказали, и это кусок моего сознания мира. Я так вижу мир. Я ощущаю мир как динамически развивающийся. Хотя он его никогда не видел, этой динамике развития. Но это прочно вошло во все наше сознание. Потому что мы хотим, прям все, мы хотим, чтобы оно развивалось. Мы просто ощущаем, что невозможно иначе. Что если что-то не развивается, и оно застыло, то это застой. И это плохо. А нужно, чтобы была динамика развития. И поэтому маймонит говорит Раву Куку. Послушай, у тебя просто в твоем 20 веке, уж очень вы любите развитие. Ты же фактически берешь это чувство развития из своей культуры и впихиваешь это в божественность. И ты что говоришь, не может быть недостатков. А если нет и развития, то это недостаток. Откуда ты взял эту правду, что если нет и развития, то это недостаток? Ты взял ее из своей культуры и впихнул в Богу. Понятно, да? А он ему отвечает. Я с тобой совершенно согласен. Но ведь ты-то сделал то же самое. Просто в твоем средневековье считается достойным и важным и совершенным то, что постоянно. Чувство человека средневековья было противоположное. Что только то, что постоянно, только то, что стабильно, оно достойно и оно величественно. А все, что не постоянно, все, что меняется, это эфемерно. Это не по-настоящему. Это только так внешняя оболочка. Все настоящее должно быть стационарно. Потому что мышление человека средневековья было на это нацелено. И поэтому ты, Маймонит, всунул это свое чувство к Богу точно так же, как и я. Каждый из нас взял из современной ему культуры некоторые установки, которые являются элементами культуры определенной эпохи, и ты эти установки впихиваешь в божественность. Но это неплохо, а только так и надо. Потому что Бог создал человека по образу и подобию для того, чтобы мы понимали Бога из самих себя. Нет другого способа понять Бога. Один из пунктов богоподобия состоит в том, что только глядя в самих себя, на себя индивидуальное, в себя национальное, в себя общечеловеческое, в себя в цивилизацию, в себя в определенную эпоху, мы берем это и делаем выводы про Бога. А иначе у нас нет вообще никакого возможности, что бы то ни было сказать про Бога. Мы понимаем из самого себя, и поэтому он говорит, и Авкук, да, действительно, я беру из современной мне культуры, потому что я считаю, что очень важный пункт, что развитие культуры и цивилизации приближает человека к Богу. Ясно. Большое спасибо. Итак, скажите мне, пожалуйста, вот таким образом я представил вам, вернемся к тому, что я здесь в концепции, еще раз, Маймонид, это Рамбам, это мыслитель 12 века, и Авкук, величайший мыслитель еврейский 20 века. И я сказал, что у Маймонида это статика, а у Рава Кука это динамика. Теперь, но ведь Авкук включает в себя Маймонида. Он его не перечеркивает. Он не убирает это абсолютное совершенство, достигнутое. Он добавляет к нему необходимость совершенствования. И он, я же подчеркнул, что логически это может даже противоречить. Но в наших вещах мы очень часто в религиозной сфере должны акцентировать, как бы актуализировать в себе вещи, даже когда они противоречат. Ну, например, простейший пример, то, что Бог все знает, что мы выберем, и как же после этого человек свободен. Понятно, это простейший пример, потому что если Бог не знает, что мы выберем, то Бог не всезнающий этого быть никак не может, правда? Но если Бог знает, что я выберу, то как же я свободен выбирать? А если я не свободен выбирать, то я не несу никакой ответственности за свой выбор, потому что он предназначен. И поэтому я не виноват, что я плохо поступил. Это снимает всякую ответственность, это абсолютно обессмысливает всякое религиозное действие. Поэтому то, что я свободен, это основа основ религиозного подхода. А то, что Бог все знает, это тоже основа основ религиозного подхода. Эти вещи другу противоречат, совершенно верно, противоречат. Вот ты должен чувствовать и то, и другое, должен чувствовать, что ты свободен и ответственен, и должен чувствовать, что Бог все знает. Это противоречит, да, противоречит, но бельгил, не весь мир черно-белая логика двузначная. Понятно. Теперь, в этом смысле мы не можем сказать, что Рав Кук или Маймонит был один из них более велик, чем другой. Не можем сказать, ни в коем случае. Каждый был велик для своей эпохи. Но поскольку эпоха Рава Кука, то есть XX век, включает в себя XII, и здесь подход Рава Кука включает в себя Маймонита, то это следующий этап развития. А объективных критериев, конечно, нет. Выбирать? Чего вам больше нравится? Окей? Дальше движемся. Теперь, мне кажется, важно сделать это отступление про духовность. Это, мне кажется, очень существенный пункт религиозного современного осмотрения. Теперь, я хочу заметить, что из этого никак не следует, что в мире улучшается все. Наоборот, в иудаизме есть понятие такое «падение поколений». В том смысле, что учителя прошлого были такими великими, которые последующих человек этого уровня не достигают. И оно, конечно же, есть и в христианстве такая концепция. Но это никак не противоречит тому, что учителя нельчают, а духовность поднимается. Потому что великие учителя прошлого были одиночками при совершенно варварском мире. А сегодня учителя поменьше, а мир повыше. Поэтому параметр понижения уровня величия учителей никак не противоречит тому, что происходит поднятие поколений. Понятно, да, идея? Должны сравняться? Да, должны сравняться. Именно поэтому у Исаии написано, что в мессианские времена не будет учить один другого, каждый из себя будет понимать Бога. Хорошо. Даже сравняться – это один из критериев мессианских времен.